Сегодня! Невероятно масштабное загрязнение рек в Великобритании. Поймать щуку на Зеленского! Рыбалка в Англии – увлечение, по популярности не уступающая футболу. Подавляющее большинство водоемов в Англии – это частные владения, принадлежащие либо частным лицам, либо рыболовецким клубам. Чтобы появиться на любом из них с намерением закинуть удочку, необходимо обзавестись лицензией на удочку. Ее легко можно приобрести на сайте gov.uk. Ссылка будет под видео или QR-код на экране. Правила за последние несколько лет не поменялись. Единственное, что меняется – это цена на лицензию. Она увеличивается каждый год. На экране приведены цены на лицензию. В другом видео более подробно я рассказывал о правилах рыбалки в Англии. Повторяться не буду. Подсказка на видео. Где я рассказываю о правилах рыбалки в Англии, будет вверху справа. И также будет ссылка в конце этого видео. Хочу рассказать о некоторых вещах, которые произошли недавно. Первая новость не совсем хорошая. В последнее время идет сильное загрязнение рек в Англии. Реки Великобритании являются одними из самых загрязненных в Европе. И качество воды неизменно ухудшается. Компании, занимающиеся водоснабжением, закачивают неочищенные сточные воды в реки, включая человеческие экскременты, гигиенические салфетки, презервативы, влажные салфетки и химикаты. В Англии бытовые отходы и дождевая вода стекают в одни и те же трубы, что приводит к проблемам в периоды обильных осадков. Водоснабжающим компаниям разрешено переливать дождевую воду и нечистоты в реки, что приводит к загрязнению. Особенно сильное загрязнение происходит, когда случаются частые наводнения в Великобритании. Тогда в реке течет вся грязь и мусор. Еще дополнительно в реке текут отходы с ферм, особенно с ферм, где разводят куриц. Все фекалии без какой-либо очистки попадают в реки. Например, рекавай является одной из наиболее охраняемых рек в стране, но сейчас она настолько загрязнена, что вода становится зеленой от водорослей. Раньше можно было видеть разные цвета камней и рыбу, а теперь вода стала коричневой слизью. В 1989 году отрасль водоснабжения была приватизирована, но с тех пор не было инвестиций. Компании, занимающиеся водоснабжением, зарабатывают огромные деньги, но не тратят их на улучшение инфраструктуры. Возможно, отрасль должна быть повторно национализирована, а правительство должно активизировать свои действия и наказать людей, совершающих уголовные преступления. Агентство по охране окружающей среды должно создать хорошую систему для заботы о пресноводных реках. Пока народ пишет петиции о спасении рек, протестует, ситуация не меняется. Еще одна интересная новость этого года. Огромную популярность в этом году в Великобритании получила блесна под названием Владимир Зеленский. Оказалось, на нее хорошо ловится. Ловится щука на сайте Амазон. Можно купить ее. На сайте также продаются блесны в виде трампа и сонного старика Джо. Но приманка Владимир Зеленский пользуется бешеной популярностью. Ссылка на сайт Амазон, где можно приобрести эти приманки, будет внизу под видео. На блесне Зеленского написано «Мне не нужна поездка, мне нужно больше боеприпасов». На второй день войны американцы предложили Зеленскому военную и экономическую помощь. Также они предложили его эвакуировать из Киева в безопасное место. Он ответил «Мне не нужна поездка, мне нужно больше боеприпасов». Ссылка на сайт Амазон, где можно приобрести эти приманки, будет внизу под видео. Посмотрим, что в реке Трен. Мелкий окунь? Маленькие мальки различной рыбы. И много. Хорошо. К сожалению, камеру крутят на течении. Хорошо ловится мелкая рыба? Жголовник. Так, ой, милый. Она такая мачевка. Ничего не взлетает. Вот тут пойдет. Опа. Ой, церковь рвалась. А ты смотри, по самому берегу. Вот так, что-то есть. Хорошо. Щучка, да? Щучка. Это хорошо. О! Ну, ушла. Сука. Хорошо. Сегодня не совсем удачный день. Рыба покрупнее сорвалась с крючка и ушла. Ну и хорошо, пусть растёт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять не поймал мне рыбы? На дроне летал, а рыбки мне не поймал. Не забудьте подписаться и поставить лайк или дизлайк, пожалуйста. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok